Дучи сгущаются над депутатом от «Справедливой России» Геннадием Гудковым. Его обвиняют в том, что он якобы тайно занимается предпринимательской деятельностью, чего не положено делать депутату Госдумы по закону. И уже 12 сентября его собираются лишить депутатского мандата. Поводом для атаки на неудобного для ядросов и Кремля Гудкова стало то, что опальный депутат якобы в обход законов занимается бизнесом и обогащается, получая тайные дивиденды. Политвестник ТВ приехал в Коломну, где находится бизнес-империя Гудкова. Это крупнейшее торговое предприятие Подмосковья, которое насыщает карманы Гудкова неучтенными наличными деньгами. Вы можете пройти по территории этого крупнейшего предприятия. Я думаю, что трех-пяти минут вам будет вполне достаточно. Убедиться в том, что тут действительно ворочают люди миллиардами и сотни миллиардов. Обойти бизнес владения депутата Гудкова не составило труда. Полторы минуты и все. Но для Кремля это, наверное, супер-бизнес. Хотя вообще непонятно, как 14 миллионов оборотов в год могут считаться крупным бизнесом. Вот этот гигантский спрут, который по данным продажных и подконтрольных Кремлю СМИ расположился здесь на этой территории, вот примерно представляет из себя это такое зрелище. Он не дотягивает до лимитов малого предприятия. Малые предприятия в России сегодня разрешаются иметь оборот, финансовый оборот в год 60 миллионов. Значит, проводим нехитрую арифметику, умножаем там 12 на 12. Получаем порядка 14-15 миллионов рублей по году. То есть мы можем, мы даже одной четверти норматива не убираем малого предприятия. Вот то, что на самом деле есть. Лишить Гудкова мандата планируется большинством голосов Госдумы, использовав и без того нелегитимных ядросов и вечно виляющих хвостами щенков Жириновского. Досрочное прекращение полномочий депутата по закону возможно, в связи с его переходом на работу в коммерческие структуры. Именно эту норму права Кремль и собирается использовать для устранения с охотного ряда неугодного Гудкова, фактически превращая эту норму из добровольной в принудительную, да еще и с элементом осуждения. Кремль считает, что депутаты Единой России не должны думать. Они должны исполнять приказы. И приказ им дан, помните, как дан приказ ему на Запад и в другую страну. Вот они получили приказ 12 ориентировочного сентября путем голосования определить мою вину и досрочно прекратить мои полномочия как депутата к Старственной Думе. Эта процедура не прописана ни в Конституции России. В полномочиях Думы, я вам предоставил юридическую справку, мы проработали с юристами, нет такого права в Депутатской Думе, там перечень полномочий Думы исчерпан. Это то, что написано в законе, предусматривает исключительно добровольный отказ депутата от своих обязанностей в связи с переходом на должность мэра, губернатора, госслужбы, или он уходит, допустим, в Газпром, совет директоров на хорошую зарплату. Они пытаются сделать из Думы машину репрессий политических и, по сути дела, ввести в практику в России систему внесудебной расправы. Между тем, закон предоставляет парламентариям право владеть долями и акциями коммерческих структур и получать дивиденды. Но гнев Кремля круче гнева Божьего. И если решено пройтись катком по-неугодному, государственная машина сотрет Онова в порошок. Создав подобный прецедент, депутаты высекут самих себя. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы лизнуть хозяйскую руку, дрожащую от страха. А если разбираться, то и с ядросами тоже. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Особая буква.